Поговорим об эфирных маслах вобще. Они обладают как сильная горечь, в первую очередь противопаразитарным, противовирусным действием. Эффективно при глибковых заболеваниях кожи и ногти, глистных инвазиях, чесотке. А так как именно паразиты в организме вызывают разного рода воспаления, то устранение их приводит к противовоспалительному эффекту. Энергетика горечью. Ее специфический аромат вызывает усиление в организме самых различных циркуляторных процессов. Особенно наглядно это происходит в печени и почках. И потому считается, что горечь полыни усиливает желчогонное и мочегонное действия. Это же самое действие в горечи полыни приводит к возбуждению аппетита, усиливает перистальтику кишечника и секрецию желудочного сока. В связи с чем полынное масло рекомендуют принимать при гастритах с пониженной кислотностью, атонии кишечника, отсутствия аппетита, заболеваниях желчного пузыря. Применяется масло полыни и при легочных заболеваниях, ревматизме, эпилепсии, судорожном синдроме, нарушениях менструального цикла. Ведь это все есть не что иное, как нарушение нормальных циркуляторных процессов в организме. Так, большинство легочных заболеваний это застой в области легких накоплений слизи и воспаления. А масло полыни эффективно разгоняет застой, способствует лучшему отходу слизи и является противовоспалительным средством. Ревматизм считается системным воспалительным заболеванием, причем воспаление в первую очередь поражает суставы, сердце, нервную систему. Причиной воспаления являются бактерии под названием бета-гемолитический стриптококк. Появляются эти бактерии во время ангины и расселяются по всему организму. Во время применения антибиотиков они прячутся в такие места организма, куда данные лекарства не могут проникнуть. Как правило, это сухожильная ткань, клапана сердца, суставы, где обмен веществ гораздо ниже, чем в мышцах и органах. А также нервные волокна с защищенной оболочкой. Там они начинают размножаться, поедая ткани организма, выделяя продукты жизнедеятельности, что вызывает воспаление. То есть важно понимать, что ревматизм часто является следствием неправильного лечения ангины антибиотиками. Поняли? И в данном случае горечь полыни и ее великолепные летучие проникающие свойства проникают во все закоулочки организма, уничтожая вредных бактерий и тем самым подавляют воспаление. По секрету скажу, тоже делает керосин. Эпилепсия, судорожный синдром, нарушение менструального цикла – это расстройство нормальной проводимости и циркуляции в организме. Это можно сравнить с затором на реке. Не находя выхода, вода поднимается, усиливается давление и, наконец, следует прорыв затора плотины. Мощная волна движется вниз по реке, сметая все вокруг. В организме, в зависимости от того, где произошел затор, это проявляется в виде припадка эпилепсии, мышечной судорогой, нарушения менструации. Горечь полыни устраняет предпосылки к закупоркам и тем самым их видимые проявления в виде припадков, судорог и менструальных задержек. Вспомните, что согласно аюрведе, действие полыни лучше всего проявляется в крови, мышцах и нервной ткани. Что касается психоэмоционального действия, масло полыни является ярким антидепрессантом. При этом считается, что оно сжигает негативные эмоции, расширяет пространство и восстанавливает энергетический баланс организма. Разберем это несколько подробнее. Депрессия – это подавленное состояние организма, в котором произошло угнетение жизненной энергии, вялость циркуляторных процессов в тканях, застой либо зацикленность умственных процессов, преобладание негативного мышления и эмоций над положительными. Можно сказать, что человек сидит в своеобразном энергетическом коконе, который изолирует его от окружающей среды, лишает подпитки издней и высасывает его внутренние резервы. В целом депрессию можно охарактеризовать как отсутствие интереса к жизни. Это основное – отсутствие интереса к жизни. Поэтому, чтобы из нее выйти, из этой капсулы, надо в первую очередь найти свой интерес в жизни, зацепиться за него и вытащить самого себя из этого состояния. Это самое действенное средство от депрессии. Конечно, в первую очередь, депрессивное состояние человека ввергает его порочно мировоззрение. Именно оно является стержнем человеческой психики. Это уже я говорю, я говорю. Поэтому именно его надо из порочного, тупикового направления повернуть в положительное, интересно, захватывающее, яркое. Именно оно дает интерес к жизни, желаниям и возможностям. Теперь заметим тонкую вещь. Каждое эмоциональное, как и мысленно состояние, есть проявление своего рода энергии. Эта энергия оседает вокруг своего источника и даже привлекает подобное извне, собираясь и уплотняясь все более и более. Так депрессивный человек, все более подпитываясь от любых негативных известий, все глубже погружается в пучины депрессивного состояния и все более помышляет о бесперспективности дальнейшей жизни, что подталкивает его к суициду. Так вот, применение полынного масла, энергетика которого, согласно Юрведе, горькая и острая, то есть жгучая, действительно может сжигать энергетику негативных эмоций нашей ауры, негативной. За счет этого разрушать депрессивный кокон и расширять пространство. А раз пространство расширяется, появляются новые возможности и перспективы жизни. То есть возрастает интерес, который привлекает положительной энергии и дает подпитку положительным эмоциям. Усиливать циркуляторные процессы в организме полынное масло восстанавливает и энергетический баланс. Таким образом, она действительно может помогать скорейшему выходу из депрессии наряду с изменением мировоззрения. Это уже я сам, сам, вот можно сказать, некоторые говорят, вот ты там взял чужое. Вот это все, что я сейчас вам говорю, этого вы ни где не найдете. Это мое, собственно, достигнутое путем раздумий. И, наконец, если взять мистический аспект, по которому депрессия является одним из форм одержания темными силами, задача которых подавить волю человека и привести к суициду, то полынь, масло полыни и аромат, это осязаемое выражение энергетики, является мощным средством от злых духов и их вредоносного воздействия, то есть порчи. Вообще полынное масло, как и другие эфирные масла, рекомендуется применять для защиты человека во время сна, особенно, когда снятся кошмары или тревожный сон, на заметочку возьмем. Говоря о психоэмоциональном воздействии полынного масла, важно разобрать его применение в медитативных практиках. Чтобы медитация удалась в полном объеме, человек должен быть свеж психически и физически, способен, должен образом концентрировать внимание. И всему этому способствует аромат полыни, которого много в ее масле. Именно его и применяют. Полынное масло оказывает хороший эффект на кожу, как лечебный, так и косметический. Наиболее эффективное его применение при жирной, склонности к воспалительным и гноничковым высыпаниям кожи. Устраняет папилломы и бородавки, выравнивает PH кожи. О конкретных видах полынного масла. Так как различные виды полыни обладают специфическими свойствами, то и масло из них будет различно по составу и воздействию на организм человека. Например, эфирное масло полыни лимонной можно применять для ингаляции и полосканий, а также для сеансов ароматерапии и ароматизации воздуха в закрытых помещениях. 1-2 капли на стакан воды или 5 грамм на 100 мг спирта. Эфирное масло полыни таврической рекомендуется использовать только для ароматизации воздуха в помещении. В дозах не более 0,1-0,5 мг на кубический метр. Это же масло помогает переносить морскую качку и считается сильным противоядием, нюхает ее аромат. При мигрении и иной головной боли рекомендуется пользоваться освежающей водой. Для этого 50 мл воды добавить 3 капли эфирного масла полыни, 3 капли масла лавандры, 3 капли масла мяты. Воду и эфирное масло поместить в темный флакон с притертой крышкой и тщательно взболтать. Флакон хранить в темном месте, а перед использованием содержимого. Содержимое хорошенько встряхнуть, применять просто. При появлении головных болей взять несколько капель освежающей воды, нанести на ватку и протирать виски, лоб и затылок. Хороши арома ванны с маслом полыни. Они успокаивают, снимают нервное и мускульное напряжение, устраняют судороги, боль при радикулите и ревматизме. Нормализуют обмен веществ, очищают кровь и способствуют нормализации месячного цикла. Женщинам на заметку. Доза 6-7 капель на ванну теплой воды. Приятно? Хорошо? Компрессы с полынным маслом применяют для рассасывания ушибов, гематом. Снимают боль и отек при растяжении связок. Для улучшения работы печени делают компресс на ее область. А при накладывании на лоб и икроножные мышцы оказывают жаропонижающее действие. Доза 8 капель на стакан воды. Растирание с полынным маслом применяют при ревматизме, радикулите, судорогах, болях в животе. Доза 8-9 капель на 10 мл растительного масла. Массаж с полынным маслом оказывает расслабляющее, успокаивающее действие, снимает мышечное и нервное напряжение. Его также применяют при ревматизме, радикулите, малокрови, нарушении обмена веществ и для стимуляции работы пищеварения. Доза 7 капель на 10 мл растительного масла. Чтобы избавиться от боли и припухлости, причиненной укусом насекомого, смазать место укуса чистым полынным маслом. Но осторожно, чтобы не было ожога. Внутреннее употребление полынного масла стимулирует пищеварение и повышает аппетит. Очищает кровь от микропаразитов и токсинов. Применяется при нервно-психических заболеваниях как успокаивающее средство. Применяют его и при туберкулезе, желтухе, болезнях селезенки, камнях, почках и мочевом пузыре. Оно способствует изнижению сахара в крови и, конечно, как вспомогательное средство при железодефицитной анемии, а также при некоторых видах гельмитозов. Доза капли на чайную ложку мёда 2 раза в день. Аромокурительница с маслом полыни устраняет неврозы, бессонницу, истерические состояния. Применяется и при некоторых нервно-психических болезнях. Доза 7 капель. Предупреждение. Масло полыни – сильное средство, поэтому с осторожностью относитесь к нему. Начните его применение с разбавления, постепенно увеличивая концентрацию. Строго соблюдайте дозировку и не применяйте при беременности, чтобы не было выкидыша. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...